Каждое утро, понимательно, смотрите, сегодня суббота у нас, мы каждое утро встаем, молимся, в 4.40 встаем. И так по переменку каждый, Володя тут назначает, или как вам, утренняя молитва, у нас еще входит и чтение псалтыри. Вот сегодня кто считал? Я считал. Ты считал, да? Вот смотри, немножко только покажу. Вот эта бумага для чего здесь лежит? И ты на ней открыл. Где кончается слава, тут у нас красная, видите, стоит везде. То есть кофизма, вся псалтырь это 20 кофизм, а кофизма одна разделяется на три части, после каждой славы говорится. И как помолились, и тут есть. Ты уже не один день. Для чего вот эта бумага здесь? Ну это закладка и плюс... Прикрывать, 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 прикрывать рукой водить вот так. Вот так выводить. А почему ты по ней не водил? Забыл. А? Забыл. Да может не забыл, может быть что-то еще. Просто забыл и все. Как забыть-то каждый день? Как ты вот читаешь, и как раз читаешь сегодня вот этот псалом. Ты рукой вот так вот положил это. Представь, самое потливое место у человека, это подмышками и ладони. Это мучает детей в школе, первый класс. У нас не понимают это. И поэтому, если вы посмотрите книги церковные, где все внизу желтые засаленные, а дальше обтрепывается вот это место. Я переплющик-реставратор, реставрил книги. Здесь сверху ни одна книга не порченная. Здесь заляпанная воском. И вот этот, особенно вот этот страдает край правый. Правый край внизу. И вот это вот все замазано. Дальше ты перелистываешь. Вот первое, когда начал читать, вот это есть. Бумага лежит. На бумагу положил по пальцу-то чуть-чуть. А остальное дальше ладонью и лозишь по бокам. Правильно это или неправильно? Тут забывать-то нечего. Да, неправильно. Но руки я только что помыл. То, что руки помыл, тебе надо память иметь в несколько раз больше, чем тому, кто подставляет. Мыл или не мыл. Если всегда ты держишь вот так, то не надо думать, мыл или не мыл. У нас порядок. Если заходим, у нас половичок, с него не наступать. Половичок это часть улицы. Вот я говорю, допустим, вот заходит она, сидит здесь. Шагнула дальше. Зачем? Ну, у меня чистые сапоги. То есть их каждый раз надо помнить, чистые или нечистые, чтобы пойти. А я-то хожу босиком. Если, ну какая нечистая, с улицы зашла-то. Теперь я ногами, ногами этими ложусь в постель. А в постель это уже все здесь. Я одеяло беру, все. То есть она мне сапогами подошвы заехала вот сюда. Тут дальше не надо ничего говорить. Я ничего не выдумываю. Теперь я всех учу. Разулась. Теперь подойдешь, голыми ногами на половичок не становись, на котором обувь-то. Все до одного топчутся. А потом в сапог. С улицы грязь туда. Город туберкулезный. Что дальше-то объяснять-то? Перелистываешь. Теперь перелистываешь, ты ее сюда не перетаскиваешь. Ты стоял рядом, неоднократно молился. Осталась там, теперь рука полностью. Я уже не стал говорить во время молитвы. И дальше ты и лозишь. 108-й псалом от других чем отличается? 150 псалмов. А 108? Ну это, однако, одна это. Один псалом на всю кассифизму. Что? Вернее, это 118-й. Но я не знаю, чем отличается. Это что, а тут 108-й. Да, ошибся. Ошибка опять. Так, а чем отличается от других псалмов? Не знаю. Не знаешь. Ты дома каждое утро читал его? Нет. Нет. Оно и видно. Это псалом проклятия. Это один псалом такой. Псалом проклятия. Если вся псалтирь это благословение, то псалом 108-й, псалом проклятия. Запомнишь это? Да, запомню. Его, большей частью, относят к Иуде. И он говорит, да не знаете грех матери его. И вот я слышу, я говорю, а почему? Я тут тоже, когда обратился, не знал. Толкует старобрядцы, что он маленький был где-то брошенный, сделался бомжом-сиротой у Иуда, а потом познакомился с женщиной и жил с ней, оказалось, что это его мать. Откуда это взято? Не откуда, это у старобрядцев. Пустили молву, закрепилось так и стоит. Ну, как-то не так. Было не так. Теперь ты полностью всей рукой считаешь. Вот так. Я в прошлый раз говорил, листать аккуратненько сверху. Вот так поднимешь, вот страница. И перелисти. Вот так вот приподнял и все. Вот так не надо. Вот так вот давить страницу, чтобы она загнулась, а то и оторвалась. И вот так вот. Вот эта вот сторона порченная. Я могу показать книги полностью изорванные. Кроме того, ты снова в язык, языком на палец, потому что к мокрому прилипает. И считаешь, зачем это делаешь? Прошлый раз я сказал, не мусоль. Привычка. Привычка. Привычка-то это чья она? Кто ее к тебе дал-то? Ты ее сам нажил. Ну нажил. Этому не надо учить. Зачем? Палец тем более считает разные люди. И каждого так берет, ты чужую заразу. А вот тут микробов куча. И ты в рот ее суешь. Правильно ли это? Это только на чтении, на сегодняшнем утре, сколько ты сделал этих спотыканий. Почему? Вопрос. Так я еще до главного не дошел. А всего ничего. Считал вчера Володя, позавчера там Никита. Сегодня ты считаешь. Я решил не говорить, но думаю скажу, потому что привычка в тебе твердо стоит. Если хорошая привычка, это хорошо. Ребенка натаскали на чем-то, привычка у него. И он это сохранил у себя почтение к родителям, смотреть за порядком, спешить кому-то помогать. Это хорошее. Но если он всегда первый хватает, рукой лезет буквально в кастрюлю вытащить мясо, плохая привычка. Мне отец рассказывал, у них соседи были именно так. Только поставили, руками сразу в кастрюлю вытаскивают, кто какой кусок мяса возьмет. Нам смешно, но именно так. Вот я считаю, допустим, писатель пишет, Владимир Соловухин. И он знает, говорит, соседи там у них были. Ну ленивые. Ну в революцию-то кто пошел-то? Не те, которые хорошо жили-то. Граб награбленное. Отнять, разделить. Два арифметические действия у Ленина было. Отнять и разделить. А разделить все мое. Все остальное. Я придумал революцию, поэтому все мое. Поэтому все Соросом в Америку, все евреям, всю Россию согнали туда. А остальных под нож, 90% убитий, более жестокого не было. Ты знал это, чем более жестокого, чем Ленин? В Мазолее хоть раз был? Нет. Не был? Бог миловал тебя от этого. Так вот я показываю. Вот только читать псалтырь. А как? Бумажка здесь. Подать тебе бумажку? Выйдет это от тебя. Будешь ты муслить пальцы опять? Будешь. Потому что не работаешь над собою. Тебе это, конечно, неприятно, я говорю. Но далее это. Когда ты начал первый раз считать, я едва-едва дослушал. Ты говоришь, как будто бы совершенно не знаешь, что Бог есть, как к Нему подойти. И сколько у тебя в голосе небрежения? Согрешил я, Господи? Ну ладно. Да разве таким голосом считается? Да то, что умиление, слезы, положение тела. Все говорит, что ты раздавлен грехом. Ты пришел к Нему. У тебя в голосе игривость на самые печальные моменты псалтыри. Я говорил. Тебе кто не говорил об этом? Нет. Никто. Поэтому я тебе еще раз свидетельствую. Ты приехал в нужное время и в нужное место. Вот так над каждой душой трястись, вообще никого я не встречал. Нету? Вообще нету. Учителей-то нету. Но я захожу где-то самому знаменитому священнику в России. Кто такой был? Самый знаменитый в советское время. Самый популярный. Не Александр Мень. Отец Дмитрий Дудко. Единственное, его книги выходили. Там еще у Александра Меня были. Но вот так, чтобы весь народ шел открыто. Не какая-то там бомонд московский. Элита. Но все. Такая открытость. Чтобы он сидел там. До этого был в тюрьмах, лагерях, гулага. Не было такого священника тогда. Потом Глеб Яконин будет. Я лично его знал. И что интересно. Вот только я к нему зашел, поздоровался, он меня сразу вычислил. Сразу во всей толпе он меня вычислил. А я его. Мне дали посчитать книгу его о нашем уповании. Он говорит. Небольшая книжка. Маленькая совсем. Она в ладонь, например, как записная книжка. Показать даже. Ну, примерно вот такая. Возьми в руку. Покажи. Вот тут лежит. Вот так. О нашем уповании в мягком переплете я ехал из Риги и считал. Ну, в сравнении с Псалтирью-то, видать, какая она маленькая. Я в тамбуре. Я не мог считать ее. Она настолько была моей книгой. Ну, молодой человек. Мне 24 года. Работы на корабле не психованные, не поврежденные. В морфлоте служил. Ясное дело, что психика нормальная. Но я не мог ее считать. Я сразу вышел в тамбур и считаю и плащу. Один ночью. Считаю и плащу. Я решил сразу его найти. А его в это время уже гнали. Его куда-то там загнали в другое место. Я могу называть там Виноградово, где еще какое-то место. Я его сразу нашел. Как кончилось моление, к нему все идут обедать. У него открытый дом был, открытый. Но дело-то не в этом. Я про себя хочу сказать. Я захожу, а где он там находится, а здесь у него как бы кухня. И матушка его Нина с дочкой Наташей моют посуду. И посуда, тарелка на тарелке. И уже вот так вот от полу. Я вижу, наклонилась. Он мне до того охота сказать. Ну, разобьется. Но я знаю, нельзя. Я первый раз пришел. Зачем меня открывать-то? Я не могу. У меня до дрожи. Ну, это же тарелки. Видно, что хорошие все. Я только зашел к нему, слышу грохот. Все упали. Когда я выходил, они все еще подметают осколки. Правильно они сделали или неправильно? Ну, неправильно, конечно. Да меня были там люди. Это же не первый день привычка-то это была. Когда места много. Зачем? Они могли 10 тарелок положить, вымыть. Другие 10 рядом. Зачем одна на одну лепить было? Притом, обе хорошие не со зла сделали это. Посуду, конечно, их им подарили. Но человек жарился у печей. Фарфор. Это особая глина. И только потому, что привычки. Я тебе расскажу такие привычки, которые я видел. Которые стоили жизни. Стоили жизни. У нас это было. На наших, кажется, глазах. Копают яму для туалета. Правильно? Ну, нужна она яма для туалета. Где-то в каком-то государстве. В это время, ну, землю-то возить надо. На маленькой тракторенке увозят. Все правильно. Но она должна стоять рядом. Машина-то рядом поставил. Но она может скатить. А чтобы не скатилась, поставил ее на скорость. Так и делает. Я правильно говорю? Правильно. Приходит сын из школы. Он туда лезет. Копать надо. Я сейчас повезу. Так, а куда кидать папа? Сюда. Отношения отца и сына прекрасные. Отец не как-то священнослужитель. Православной церкви. Это когда-то в какие-то веки. Воображай, где-то было там. Он в это время заводит. Он начинает заводить, со скорости не снял. Что дальше будет? Поехал. Поехал. Куда поехал? В яму. В яму, где сидит сын. Что с сыном? Он его раздавил. Теперь только на кладбище цветы носит. Это привычка. Я тебе рассказываю то, что коснулось меня. Теперь где-то они там едут, кричат. Совсем не можем ничего сделать. Нам кажется, умер. Помолитесь. То другое. Врачей вызывают. Скорая помощь на пути. Встречают их где-то там уже. Вот как договорились. Все бесполезное. Все несовместимое с жизнью повреждение. Что привычка? А почему же ты не работаешь? Это человек, который ни от кого ничего не принимает. Не принимает. Я многократно с ним встречался. Я встречался. Самое простое. Что бы ни сказал, высокоумнейший ты все. Ну и что? Что надо в моей команде? Мне Бог дал свободу. Такие же слова говорит сатана везде. Бог дал мне свободу. Вы у меня отнимаете эту свободу. Это не свобода. Это принято так. Принято человек, если уволился с армии, он приходит, шинель приносит. Но погоны не носит. Ну и что? Ну не носит. С армии вернулись миллионы людей в войну. Но никто, ни один погоны не носил. Погоны носит тот, кто в армии. Я правильно говорю? Я ему и говорю, не надо это делать. Это принято не делать это. Вы меня не учитесь здесь. Бог дал мне свободу. Тебе известны такие слова? Это твои слова. Ты миновал, а то не задавил сына. Это просто Божья милость. А мог сделать? Да. А привычка, вот она здесь. В малом вере над многим поставлен. Над многим Бог и не ставит вас. Я в прошлый раз сказал, когда ты считаешь, у тебя абсолютно нету вхождения, что считаешь. Ты просто считаешь, не молишься. Это тревожный факт. Молитвы нету. Молитвы нету, а место пустое не бывает. Там кто-то другой. Кто другой? Тебе не надо говорить? Почему молимся? Избавят лукаво. И в каждой молитве утренний, вечерний везде от демона. Демонская сила и везде. Молитвы православные непрерывно поминают. Я посчитал только утром, кажется, 14 раз поминаются. Зачем? Потому что так оно и есть. Я говорил. У тебя не ладно совсем с молитвой. Ты вот что сделай. Тебе никто не говорил этого? Не говорил. Почему? Там тарелки, которые стояли кучи. Почему никто не говорил? Людей в этот день обедал 50 человек. И ни один не говорил, а это каждый день было. Почему? Да ты никому не нужен. Но когда я это говорю, это настолько необычно. Да ты такая мелочь. Да такой нудный старик. Вот пристает где-то. Если бы я сказал, тарелки были бы целые. Вполне могли бы целые. Но их нету тарелок. Они их ведра поганые с кучей эту складывают и все. У нас в лагере банки трехлитровые. Сушить надо как? Там колышки я набил. Вытащи, опрокинь. Она стечет все. Потом подсушится. Хорошее дело. Но это выносить надо, а потом заносить. Я помыл и на стол. Кверху только надо, чтобы стекло. Горлышко уже, чем... Ну, горлышко. Трехлитровые банки-то. Ясное дело, что опрокидывающий момент очень сильный. Стоят. А пол у нас сделан как? Саманы. А сверху корабельные плиты. Железные. Рифленые. Видел? Поелы. Так. И что? Трррр. Нету. Я когда посмотрел, в течение одной недели шесть банок разбили. 18 литров варенья зимой не будет. Банок нигде нету. Я ничего не мог сделать. Ну, это вот как-то это... Вот кастрюля снимает, когда... Крышку. То нужно снять ее, отвезти, перепорти. Поднимает и сразу опрокидывает. Что на крышке было? Куда упадет? В кастрюлю. В кастрюлю. Я тебя уже на этом ловил. И никакого нельзя. То есть, я по мелочи говорю. Непрерывно везде надо учить тебя. Ты не наученный. Ты брошенный был. Не было от тебя близкого общения. Мне всегда кастрюли крышки помыты. Понимаете, тебе надо каждый раз думать, крышку помыл или не помыл. Ты понимаешь? То есть, о памяти-то ничего и нет. Это обман. Это обман. Вот моя сидит подруга жизни. Дорогая, незабвенная, любимая. Ну, покажи ее. И улыбку ее зафиксируй. Ты чуть не... Я ей говорю. Ну, ты громко не разговаривай, когда недовольна-то. Соседка может тут услышать она. А живем-то в барачного типа. А ее нет, она уехала. Ей надо помнить все время, знать про соседку, уехала или не уехала. А по-моему, не разговаривай, никогда не ошибешься. Какой вариант лучше? И в это время она сильно недовольна. Когда человек в темноте, а ты в свете, то он тебя видит, не ты его. Почему, говорит, богач, увидел лазеря, а лазеря-то его не видел. Почему? Ян говорит, потому что лазеря во свете находится, на лоне Авраамом-то, а богач во тьме. Ну, в темноте-то. Ну, плохое ли это, чтобы тебя не видели-то? Да окна замерзшие. То есть она должна знать, что замерзшие окна или нет. А окна замерзшие или нет, зависит от температуры. То есть у нее память колоссальная. Феноменально. Она должна помнить, какая температура в избе, растаял или лед на окне. Я в это время свет выключаю, шторку открыл, половина окна открыта, а там люди видят, она кино кончилась, я выключил. Они стоят и смотрят оттуда, в комнату-то. Да как же, оно же застыто было. Вот это-то не надо, отговорки, это гнилушки. Гнилые подпорки. А они очистят кастрюлю, каждый день не моют. Тогда я женщинам скажу, все 100% так делают, как ты делаешь. Почему? Над собой не работают. Я положил ложку на кастрюлю. Принимай, она берет и отводит. Нет, ты не отводи. Ты сначала как делал? Отпрокинул, а ложку потонуло. Соринки, мусор, незримые пылинки, все там в кастрюле. Тебе нужно сначала отвезти ее и опрокинуть. Не ставить так. Они тогда ставят так. Мокрая сторона покрышки, все прилипло, теперь она в кастрюлю тащится. Я говорю, мелочи. И вот когда я видел, что ты считаешь абсолютно неправильно, а ты мне, и что, так никто не считаешь, как ты? Никто. За 77 лет никто еще так не считал псалтырь, как ты, дорогой мой. Такой. То есть абсолютно как бы безразличный, игривый голос. Но я не остановился на этом. Я говорю, знаешь что, брат, сейчас вот закончим, ты начни считать. Попроси на аудио записать кого-то или сам как-то. Говорил? Да, но записали. Записали. Ты вчера слушал запись эту? Да не вчера, давно. Все. То есть записал и положил. Записал и положил. Но так все и осталось. Тебе никто этого не говорил, но твоя душа мне не безразлична. Через голос, интонацию проявляется кто? Твое настроение. Вот, ну, ну и что? Вот, ну, скажи какие-нибудь разные варианты, чтобы разная интонация была. Ну, хотя бы варианты три. А я тебе скажу, 15 вариантов. Вариантов интонации голоса можно выразить, что в этом ну заключается. Это не артист просто так. Когда мы надменно говорим, ты вот сделал не так-то. Ну и что? То есть человека даже не видно, но и по интонации видно. То есть он пренебрежительный. Детский, что ты меня учишь? Я сам с усам. Ну и что? Так. А когда кто-то кого-то подталкивает куда? Скорее, скорее. Ну. Тут уже другое совсем. По этой. Ну, видно, что кто-то кого-то торопит. Ну, что ты медленно? Ну, скорее, скорее. Там тебя давят уже. Уже, ну, машина на тебя наезжает. Думал ты об этом? Не думал. Сколько тебе лет? Скоро 40. Скоро 40. Можно сказать, что характер сформировавшийся. И тебе нужно много усилий, чтобы отстать от этого. Что ты в голову взял себе? Что у тебя здесь положено? В отношениях с людьми, в отношениях с Богом полная ревизия должна быть. Самое, что против чего сатана сейчас воюет? Что ты находишься рядом. Он сейчас бунтовать будет. Он должен тебя настроить против меня. Я тебе заранее план даю. Ты сейчас еще можешь хорохориться. Да нет, да я не для этого. Я приехал. Я то, другое. Я вас люблю. Полюбил. Это все сгинет. Стерто будет. Не спорь со мной никогда. Потому что у тебя были рядом люди, и ты трудился? Нет. У меня тысячи прошли. Тысячи. Я с детства такой. Я с детства такой какой. Если я это... Ну, обычно работают, вырабатывают себе. Хотел я себе, а у меня этого не было. А выработки я просто знал. Знал. Вот у нас в семье 10 детей было, и я был выделен этим. Почему? Я очень любил чистоту. Какую? У нас двор был, и выходит, и дверь открываешь, стенки-то, и сразу коровник. Ясно дело, сколько мухаты. Дверь летом открыта, в комнату зайти невозможно. А я очень скорченный. 12 километров. Я бегу-бегу, а остановка только через лог переходил. Бегал. То есть 6 километров. Перешел только в воду здесь, и опять 6 километров домой. Прихожу, я ничем не занимаюсь. Даже не обедаю. Я первым делом должен вынести мух. Мух. А их там гудит. У меня доставал, покупал, что надо. Такие листики нарисована муха. Скорее везде ставлю отраву. И потом чашками выгребал, выносил. Сразу в комнату все подметаю. Ну, могли они сделать? Не заставишь, не сделаешь. А рядом печурки, вот у печка русская, там, куда спички ложить. Все в пыли. Я все начинаю убирать. Пасаненок. 10 лет. А то никто не заставляет. А мать говорит, смотрите, ребятишкам. Игнатий сегодня придет из корчины. Убирайте их в комнате хоть маленько. Я их, конечно, начинаю толкать. Старший брат ему не надо. Меньший тоже не надо. Мне это надо. Клопы заедают. Никто не борется. Я все время боролся с этим. Теперь. Крыша там прохудилась где-то. Вода стекает где-то. И там все на тележке. Землю трамбую. Выровнять. Надо крышей что-то найти, чем-то сделать. Никто этим не занимается. Отец без руки с войны. Я все как... Ну, клоп. Как это... Даже не знаю, как это надо. Все время наверху работаю. Где-то вару достал, залить. Все, что было по-другому. Это работа. Мы совершенно, абсолютно разные. И поэтому, когда о чем-то другом мы с тобой говорим, ты всегда делай поправку. Это мы разные. И тебе полезно учиться у меня. А мне у тебя не полезно. Потому что ты над собой не работал. Никита. Подойди-ка сюда. Вот ты когда сюда приехал. Я тебя звал сюда или нет? Нет. Ты просился? Да. Ты просился. И когда ты приехал, он ничем не лучше. Этот вообще заброшенный. Ты-то умеешь все делать. Ты мастер. Ты приехал на таком Камазе. Там все только не привез. Долгуша это у тебя. Ну, сравнений никаких нет. Но внутренне очень похожее. У него ничего нет. Но внутри так над собой-то не работал. Я его на каждом шагу. Над ним кто-то работал. Да нет ко мне, что там. Не с матерью живет, отца нет. Ну, как-то вот такое все. Дальше что? Я ему говорю, бери бумагу, пиши. Теперь. Вот положу я псалтырь. Куда положить? Вот оно где. А уж я не говорю, что там считал-то. Здесь, говорит, про струны и дома сапог мой попутан. У бога сапоги? Ну, это образное выражение. О, слава тебе, Господи, наконец-то. Сколько прошло месяцев. Наконец, первый раз ты сам сказал образно. Ты буквально все. В железо вошла душа его. Как в железо. То есть, что-то он расковал туда и залез в железо. То есть, это даже никак не назовешь. До уровня еще глупого, дурного человека тебе надо орасти и кандылять. А сегодня ты понимаешь, у бога сапог нет. Почему я долбил и долбил. Кто не тебе говорил? Не говорил никто. Это мы говорим. Никита, почему ты такой беспамятный-то? А он в интернете разбирается. Вот из вас, если взять всех, он самый умный. Я что-то спрошу. Редкое такое. Редкое совсем. Он мигом ляпнет. Я говорю, а кто такой-то? Кого называли пустынный лис? Кого? Да никак. Вот так ты головой будешь крутить. А вот так вот, у тебя еще не отработано. Эти мышцы не работают. А он вот так говорит, да. Вот так это согласие, а вот это отрицание. Хотя есть народ, у которого наоборот. Болгары. А? Болгары. Ага, у них наоборот. Если вот так говорит, это значит согласен. А если кивает головой, значит не согласен. Вот попади к ним, еще получится. Я спрашиваю. Он сразу мне говорит, кто? Ромель. Ромель. А кто такой Ромель? Немецкий фашистский генерал. Один из самых талантливых. Где он был? Почему прозвали так? В Африке он прославился. Ты чего этого не знаешь? Я другое что-то не... Спрашиваю. Другое, совсем по другой области. Он сразу отвечает. Редкое такое. Но он никуда не годится. И мне дороже-то, если я что-то делаю, ты дороже, а не он. Вот у нас приезжает человек, у которого образования никакого нет. У него класса 4. Но абсолютно все делают. Любую технику ремонтируют, что угодно. А образование совсем никакое. Вот такого человека нам надо. Любой магнитофон. В то время интернета не было. Кто? Это отец Гавриила. Это талант был. Но все беда сгубило вот где. Его на руках директора возили. Он идет по трамвайному депо, смотрит. 8 трамваев стоят. Он говорит, а почему трамваи стоят? Говорят, а там сломались, не могут выправить. Все трамваи стоят, да. Но никому дела нет. А там проходной двор. И проходят через трамвайное депо второе. И уходят люди. А он пошел, увидел это. Он сразу становится, как так, 8? Он пошел к директору. Директор говорит, а почему у вас трамваи стоят? А вы кто такой? Да нет, я просто проходил мимо. Мне сказали, не работать. Но директор оказался не кичливый. Он говорит, да, там что-то сломалось. Одного, другого. Тут мастера у нас свои есть. Липот, это большой коллектив. И ничего. А можно посмотреть? Чего? Трамваи. Как посмотреть? Ну, может быть ошибка. А кто вы такой? Да никто я. А какое у вас образование? Говорят, никакого. Знаете, время не отнимайте, мужчина. Идите своей дорогой. А потом задумался, секретарь говорит, выйди, куда он пошел? А ну-ка догони его, верни назад. Так, вы в этот трамвай можете определить, что у него? Он зашел, походил. Да. У него, я думаю, вот в этот коллектор там где-то есть, говорит. У него там замыкание. А как вы узнали? А рычаги? Потробовало. Где гудит, а дальше не идет. И можете поставить? Попробовать можно. Его он принял. Испытательный срок. Он через неделю все 8 трамвая впустил по линии. Так и ахнули. А он заходит над входом управления. Часы тогда огромные были такие. И стоят. А почему стоят? Да сломались. Ну, а почему не ремонтируете-то? Да смотрели мастера, были, никак. Он полез, снял. Ну, несколько минут повесил. Часы по сегодняшний день идут. Вот директор понял. Это чудо божье. И когда он запьет, так директор на дом приезжал, чтобы привезти его, справиться с здоровьем. Да о каком алкаше его этот грех так и сгубил? Кажется, 3-4 года и умер. Едем дорогой. Свалка. Он не проедет ни одной свалки. Он говорит, свалка здесь. Давай заедем. Зачем? Да ведь выбрасывает нужное. Приходим в холодильник. Он посмотрел. Да целый. Там совсем немножко. Холодильник направил, мне поставил. Он у меня работает по сей день. Вот мужчина стоит в капоте и копается там. Машины туда-сюда. Он сразу. А он на мотороллере ездил. А мы ездили и искали, где пленки, катушки. Он раскрутил. У меня бы не было ничего всесоюзной этой магнитонизации, если бы не он. Он остановился. Что, мужик? Что-то неладно. Разреши посмотреть. Посмотрел. Да у тебя водя не надо. Тут же у него провода размотал, от мотороллера пустил. Машина загудела. Шофер ему. Ладно, ты езжай своей дорогой. Покатился дальше. Я знал этого человека. У него образования нет. Это находка. Знать с таким человеком. Ты такой. А другой пишет. У меня два высших образования. Потеряю к упросту. Но я ничего не умею делать. А что, экономический факультет и исторический. Исторический это вообще закрыть во всей стране надо. Историю эта книга интересная читает, рассказывает. Историю ты добавить еще не можешь. И кости динозавра тебе не найти. Это обман. Вот этот человек. И вот я сижу в камере. Один директор со мной. Мамотовского рыбокомбината. Сивер Владимир Митрофанович. Этот человек замминистром заходил, открывал, говорит, ногой двери. Он из праха поднимет деревню, завод, что угодно. Все может делать. Ему цены нету. Но его посадили. Не поделился с кем-то. Когда умер здесь Аксенов, был первый секретарь крайкома партии. Из сейфа достали. Там что-то там у него было. И вот. А другой преподаватель космонавтов второй группы. Лозина Анатолий Максимович. Два человека. Абсолютно разные. А тот преподаватель все знает. Это Никита. Второй ничего не знает, но может делать. Он даже там. Мы сидим в одной камере с ними. В одной. Сто двенадцатой камере. Барнаул СИЗО 17 дроп 1. Минуты не может сидеть. Ну, разрешается зубную щетку. Ну, любого. Он из нее расплавит ручку. Он сделает такую ручку. А шарики, шариковую ручку, это, штержень можно иметь. Он подарит начальнику. Он непрерывно делает. Ну, все переделал. У него все блестит. Но он тогда матрас распарывает. А матрас такими комками распушил. Все. И здесь чисто все. Заходит, который там следит за порядком. Ты что север опять тут делаешь? Комки лежать неудобно. У него самый хороший матрас. А я здесь молюсь. В этой камере молюсь. Вот что в жизни, дорогая СиЗО? А вот надо соединить то и другое. Соединить, чтобы и знал, и умел. Это лидер. Тогда ты поведешь за собой кого-то. Лидер должен иметь качество. Какие? Первое. Самое главное. Воображение. Знание. Умение. Решительность. Беспощадность. И привлекательность. Все в этом. Проверю тебе, есть они или нет. Я Никите говорю. Никита, почему ты все забываешь? Ему разницы никакой нет. Ему трын трава. Это сквозняк. Вот все разваливается. Упала там какая-то ограда, упала. Ему разницы нет. Сказали вот этот матушка, говорит, отбрось опилки от дома. А там дальше лежат доски. Он все эти доски завалил и все. Она про доски, говорит, ничего не сказала. Она правда не сказала. Она не знала, что такое тут человек есть. Опилки привезли. А там лежат доски купленные. Ну опилки-то копейки, а там сотни тысяч рублей. Завалил, я не могу найти доски. Было такое? Немножко вот так пере... Ну, не так было. У матушки с этой стороны. Ну не так. Ну доски заброшены. Нету. Притом неоднократно. Земли, если ты, сказали там около лагеря, ты бросаешь на дрова, я прихожу, что ты делаешь-то? То есть совершенно не вид. Маленько не так. Ну, я сказал, бросал направо. Он говорит, нет, я там и налево бросал. То есть вот эти поправки. А тут еще нету. Налево тоже лежали дрова засыпанные. Дальше. Я ему говорю, чтобы память развить, я не для упрека говорю. Переделай это. Найди эти доски. Откопай. Теперь каждый вечер давай пиши. И ты начинаешь писать. Я тебе делал эту заметку? Да. Сколько пунктов было? Тихо? Не знаю. Не знает. Он не то, что выполняет это, а даже не знает. Ну сколько? 5, 10, 15? Где-то с 15, наверное. Представь себе. То есть по 15 позициям я начинаю его дергать, шарпать, выносить с него. Каждый вечер, чтобы подметено было там, где мы обедаем. Половищок там. Вот это ты должен помыть влажной тряпкой. Прихожу. Я могу сейчас достать, посмотреть. Так, подожди. Сейчас не ходи, пока стой. Ты это сегодня. Потом-то ты каждый день должен был считать. Я тебе не снял опитимью эту. А для чего? Развить. Ты нужный человек. Почему? Я спрашиваю, почему живой человек, его все абсолютно касается? Это вот сегодня утренняя маленькая, маленькая, кажется, прогулка. Если никто тобой не занимался, и тобой кто-то начал заниматься, ты должен быть безмерно благодарен. А тебе я уже надоел. Я надоел уже, ты даже не появляешься. Я еще здесь. Ты в надежде Васильевне за стенкой. Уже спать ложиться тебя нет. Это когда занятия только. Да не только занятие позавчера было это. Ты оттуда не вылазишь даже. Не вылазишь. Я тебя здесь не вижу. Что ты меня, кого ты проводишь-то? Воробья, говорит, старого воробья на Мякине не проведешь, говорят. Ребята спрашивают. Где? У Надежды Васильевны. Уже ложиться? У Надежды Васильевны. Ты приходишь, когда с работы, ты даже сюда не заходишь. Ты сразу туда. Дом твой там, а не здесь. Ты у меня не жил. Ты жил в Надежде Васильевне. И я ничего не говорю. Почему? Ну, во-первых, греховно я ничего не думаю. Во-вторых, ты накормленный там. И у нее там отдельный компьютер. Ну, то есть, тебе больше там нравится, чем здесь. Ну, это, ну, ясное дело, куда стремишься? Человек, если в пивнушку идет или домой, пивнушка ему дороже. Что я не так сказал? Ты сам-то себя чего обманываешь? Здоровый дядька, почти 40 лет. Может быть так. Так, тебе понятно, что я говорю? Что, последнего типа вот так? Вот сейчас. Да. Ну, понятно. Тебе, когда я говорю по-твоему-то, еще непонятно. Он сбить даже для кошки, ходить куда не может. Он сбил такое, все, вываливается с земля. Было это? Было. Было. Теперь, рыбу ловить. Кто ловит, как он, не знает. Он пошел ловить рыбу в мордушке. Ну, да, это приносили чашку. А я не проверяю. Сказал, он ходит. А сколько сегодня пошел? А сегодня не было. А вчера один гальян. Да как же так? Да почему же не говоришь-то? Ему разницы нет. Ему сказали ходить. И он ходит, выполняет. А рыбы нет, это не да и нет. Я теперь начинаю, как ее замазать, что сделать, что добавить, привлечь как рыбу, когда проверять. Он ничего не знает, да и не хочет. Зачем? Эту рыбу он знает только на столе. Теперь я ему говорю, вот это что, из рыбы у гальяна много икры. Не выбрасывай. Не выбрасывай, рядом электрическая духовка, в нее поставь, там будет. Он поставил. Поставил. Ну, он поставит. Я сказал поставил. Он и поставил. Включил, все сгорело. Один пепел. Ну, дальше-то я не сказал. Ну, и все, пепел еще соскоблили. Он еще противень запачканный выбросили. Поставь туда. Он понял, выключить надо, выключено. Я говорю, а где это? Он открывает, там все сгнило оттуда. Говорит, там мухи летят. Ну, почему-то нет. Он или сожжет, или все прокисло. А чтобы посмотреть, и потом на стол дать, потом начал это делать. Он ребенок. Им никто не занимался. Рядом священники. Я только, ой, Никита, тебе надо в священники. Тебе надо в семинарии. Только приехал сюда, его сразу же в священники. То есть, священники это самый годный. То есть, самый не годный это в священники. Его сватали, тебя сватали, священники? Конечно. А тут сразу пишут письмо, там, Дудин с этой, дудку свою дует. Сюда у нас недобор такой большой в Томской парке. И сюда. Я говорю, езжай. Я тебя удерживал от него? Нет, не удерживали. Нет, удерживали, конечно же. Удерживали. Там целые ролики есть в интернете, как бы разбирали это все. Да, понятно. И вот так вот. Надоедать это занудное дело. И в глазах людей, вот сейчас даже кто-то посмотрит. Ты будешь выглядеть правильно, но не я. Почему? Они такие же, потому что. И то, что я с тобой говорю, они понимают, это против них. А против, это означает за них. Я не хочу, чтобы человек был такой аморфный. Ничего не умел делать, безразличный, самому себе. И у него тоже не все благополучно. Он читает, когда, вот значит, начитывает. У меня интонации никакой нет. Он не входит в это. Секунду он сразу. И так же оговаривается. Даже читаем, начитываем, только молчать. Я ему то руки трет, то ногами. То есть память там, здесь, в руках, в ногах, но не в голове. Сокрушения о грехах нет. Что главное мешает вот это? Помни, забыл. Даже как держать бумажку, чтобы не портить бумагу-то. Если ты будешь так считать, я во время молитвы прямо буду подавать тебе бумажки. Под руку подложить. Не в обиду будет? Не в обиду. Ну, я просто должен книги уже от тебя беречь. Теперь. Когда ты записал это, почему ты каждый день не стал на несколько раз менять интонацию голоса, потом на молитве. Это не артистическая студия. А помолиться, подойти хотя бы раз. Хотя бы один раз подошел ни разу. По душе он тоже ни разу. Я ему 15 даю параметров, почем трудиться каждый день. Воды вот это вот принести, здесь вот так вот опрокинуть, вот это вот вынести, оба поставить здесь. Он не понимает этого. Это в интернете есть такое. Этому учить не надо, это в человеке. Я говорю, хлеба принеси, а он знает, где хлеб везти. Ну, чего тут особенного-то? Мешки везти с хлебом, Володя напек. Иди принеси. Но дальше-то я не думаю, кто передо мной-то. Он как работал, что делал грязными руками, рукавицами, так рукавицами взял, булку принес и все. Да у меня и слов нет. Он знает потом, когда ему... Ну, ты не знал, что руки грязные, ты работал. Тут в земле. Ну, принесешь хлеб для других людей. Ну, можно снять, да посмотреть, какие руки-то, не мазутные ли у тебя? Никакой разницы нет. Достал, взял, так и принес. Было или не было, Никита? Было. Я тебя не упрекаю, потому что ты сейчас уже это знаешь. Идешь мимо. Он идет мимо. Я говорю, ну, подними голову-то. Тут голуби сидят. Зашли они или нет? Ему абсолютно все равно. Он сквозняк. Сквозняк. У тебя сквозняк в душе. А что более опасно? Не знаю. У меня опыта такого нет. Оба пропащие. Пропащие. Видишь как? Я написал, не повредите кошку. Закрывайте двери очень осторожно. Смотри. И у нас Бузка. Котенок очень хороший. Хвост прищемили. Кончик хвоста у нее вот так свернута. Видимо, позвонок раздавили. Ну и все. Она замергла, зацкочила. Воды нету там. Не нальют. Мимо ходят. На жаре собака лежит. Ну, вы ходите мимо. Видите, воды-то нету. Меня здесь не было. Не видел. А чашка два метра только от дорожки. Ну, у нас там потеряют какие-то. Не видел. А это приносит еду. Приносит еду. Ему что там. Что угодно может принести. С огурцами, говорит. С чем угодно. Вывалила полную чашку. Там мухота. Да собака она не будет это есть. И она дальше не заботится. И она тут гниет. Уже чашка. Я теперь все это выкидываю. Да мало того. Где вода лежит, она в воду туда, где собачья. Ему теперь ни напиться, ни поесть. Да как же так можно жить-то? Праведник милует скоты своя. Поэтому вы ни о своей душе не брежете, и ни о чьей не брежете. Кого ты можешь поправить в том, о чем я говорю? Можешь ли? Ну, а как ты поправишь, когда ты не такой? Да тебе никто не поверит. Скажет, да ты сам такой. Что ты меня учишь? Ты должен быть не такой. Есть такое слово ино. Ино бытие. Ино. Об этом пишет отец мировой педагогики. Как его звать? Отец мировой педагогики. Всемирно призванный. Кто такой? Каменский. Не знаешь, кто? Яна Москаменский. Надежда Васильевна сказала уже. Каменский говорит. Яна Москаменский. А кто он такой? Отец мировой педагогики. Ну, я тоже сказал, за мной ты повторил правильно. Но кто он такой? По национальности или жил в какое время? Каменский поляк, наверное. Поляк. Лурейка не ошибся. Рядом Чехия есть. Чех. Чех. Что ты говоришь? Чех. Чех, да. Кто он был по должности своей? Дого. Надежда Васильевна говорит, педагог. Кто он такой был? Педагог. А еще кто был такой? Ну, понятно. Вот об этом пишет Милош Кратахвил. Как раз. И называется так. Когда избранные его были, вышла толстая книга. Более духовные книги в открытую продавать на прилавках. В советское время не было книги. Где только не было. Мы заказали, мы ее сметали с прилавков. Все до одной книги. Для чего? Чтобы люди смотрели. У нее прямо указ. Глава стих. Глава стих. Откуда взято все это дело. И он там описывает. Как одеваться. Как идти. Как есть за столом. За столом, когда ложку не перегружай. Сморкаться как. Руками не бери за нос. Платочек. Я все время ловлю. Сто процентов. Дети все руками раз. Вот смотри. Жириновский выступает. А нос все время голой рукой. Он платочек даже не знает. Учитель. Не знает. Платочек это принадлежит тебе. Он не знает. А дальше говорит. Ложку не перегружай, как ввоз. Он все говорит. Одежда на одном плече. Плащ не носи, как паяцца из кривляка. Почему? Все ино. Ино бытие. Как разговаривать. Вот разговаривают. Допустим, человек пять стоят. Ну, от меня они далеко. За сто метров. Издалека я маленько постою. Посмотрю. Могу сказать верующие или неверующие. А почему? Да потому что ино. Верующие стоят спокойно. Разговаривают. Смотрят друг на друга. Кто-то задумался. У неверующих не так. Он говорит. Присядет на корточке, как наркоманы все. Как на горшке. То руками взмахнет. Щелкает. Или еще что-то делает. Курит. То есть признаков очень много. Там стоит неверующие. С ними ни один верующий не будет стоять. Издалека. У вас и этого нету. Почему? А он, говорит, подмигивает глазами. Говорит. Как написано, говорит, шансонетки разбитные. Агитируют ногами. Никсона когда избирали. Я в армии еще прочитал. То есть. Ну, они поднимают ноги. То другое за него агитируют. Чтобы голосовали. Шансонетки. Певички. Певички. Такие, как Пугачева. Она там ноги задирала. Бегала и прочее. Ты должен это знать. Это можешь не знать. Но это имеет отношение к тебе. Безразличие. Теперь ты насчитал это. Почему ты ни разу не подошел? Я сказал, братья. Я не знал, что у меня неладно. В самом деле, я считаю, безразличный такой. Я не могу обстановку уже понять. Помилуй меня, Боже. По великой милости Твоей. Прочитай 50-й псалом. А у тебя чтение такое. Помилуй меня, Боже. По великой милости Твоей. Я спрашивал. Сказали, лучше уже у меня. Улучшение идет. Но слово лучше означает, хорошо или нет. У тебя получается лучше. Лучше. Ну, из школы пришли и говорят. Она говорит, мне три поставили. А второй вместе двое ходят. Так это учительница на двоих отудала? Она написала тройку. На двоих. А за что? Мать говорит. Она спросила, сколько у лошади ног. Городские. Ну и что ты ответила, Наташа? Я сказала, три. Мать говорит, да какие три? Да Нюрка-то соседи. Она ответила, две. Ну, у тебя лучше. У тебя три ноги. Все-таки на трех ногах лошадь устоит. Вот ты понимаешь, что лучше это не означает предела ты достиг. Совершенство. Будьте святы, как я свят, Господь говорит. Будьте совершенны. Да бы в точности исполнять. Как в точности исполнять то, чего ты не знаешь? Ты начни с малого. С псалтырного чтения. Правильно. Брать и читать. Снова прочитай. В интернете ты разбираешься в этом деле. Посмотри. Посмотри. Начитанное. Там разные люди читали. Если тебе это не претит, открой, где я читаю. Мне, я не знаю, как другие насчитывали артиста. Один говорит, я видел, как под музыку баптисты считают. Все, они непроникновенно читают. А ваше нашел, меня коснулось. А почему? Да потому что я читал и плакал. И человек читает, и у него слезы. Это мне говорят. И один священник говорит, я всегда был против чтения псалтыри на русском языке. Но послушал ваше чтение, и слова свои беру обратно. Ан нет. Ан нет. Что означает ан нет? Означает нет. А? Означает, что ан нет. Ан, запятая, потом нет. Ну да. И вот писательный знак. Да, да. А ан, знаешь, что такое? Это очень редкое выражение. Ан нет. Оказывается, я ошибался, и вовсе это не так. Я теперь, говорит, понял, на русском языке можно молиться. Можно. Понимаешь, и когда это я считаю, ну я-то про это не знал, случайно на меня только кто-то толкнул, это похвала. Кому-то не нравится, нужно читать артистично, как Яхонтов. А кто такой Яхонтов? Я могу не спрашивать. Есть мастера художественного слова. И говорят, он считает неправильно. У него ударение там не так, архипелагу лак. Его к стенке поставить надо. А другой говорит, лучшего чтения я не находил. Это зэк настоящий читает. Он знает, о чем говорит. Я читаю, как будто сам иду по камерам, и меня бьют там. Видишь, какая разница. Поэтому я говорю, я читаю на пределе, лучше не могу. А можешь пересчитать? Не могу. Четыре пресина. Зубов нету, шепелявлю. У меня бронхи больные. Не могу полный вздох сделать. Плохо, плохо слышу. А должен слышать в своих словах, кто начитывает. Я плохо слышу. Три. И зрение должно быть отличное. И в то же время, при таких четырех недостатках, я попытался, когда у меня из КГБ пленки порчены, стали приходить. Телефон. Пересчитать златоустство заново. Слава Иисусу Христу! Мы маленько затянулись. Ты понял? Возвратись к этому. Там лишнее время не проводи. Я тебе договорил, чтобы... Сейчас не надо. Когда спрошу тогда. Никакие на свои, о чем мы не согласны, туда не залазь. Если ты истинно прислушиваешься, прислушиваешься. Я гляжу, ты мне это и петь, и ты даешь, что ты меньше знаешь. Там то другое. Мне напоминает, к Антонию пришли два какого-то, и откуда-то далеко, языческие. И говорят, мы услышали о вас, что вы такой мудрый человек. И все. Стали говорить, а не спорить. Послушайте. Ребята, вы ко мне приехали, или я к вам? Ну, мы к тебе пришли. Так, вы сказали, что я мудрый-мудрый. Я о вас этого не говорил. Поэтому слушайте, что я говорю. Вы глупые, вы не знаете истинного Христа. Вот и все. Ты должен ко мне прислушиваться. Почему? А ты должен сразу отвергнуть, сказать, нет, мое лучшее. А ты этого не говоришь. А твое не лучшее. У вас дома как едят? На чашки склоняются? Все животные так едят. Да может, не говорит. Никто, что в левой руке кусочек подносить, ни одного нету. Нигде не встретишь. Ни одного. Этому учить надо. С детства учить надо. Все до одного. Обхапал чашку, склонился и ест. Я смотрю, в столовой там у Гитлера, офицеры сидят в Советске. Все одинаково. В любом ресторане. Почему? Животное. Его учить не надо. Это естественно. Говорит Василий Великий. Каждое животное склоняется к пище. И только человек, один человек пищу подносит к себе. А как? А так? Серахова говорит, стыдись, облака еще не на стол. Как локтями? У нас этого нет. Тебя учили этому? Нет. Ты это слушаешь? Слушаешь, но иногда сбиваешься. Не надо лукавить. Я же не слепой. Что я молчу, это не означает, что я согласен. Я вижу, что... Ну, просто я уже надоедаю и надоедаю. А что я не буду говорить, ты будешь искать. Тогда будешь искать. Ко мне батюшка привез одного священника, там в Спрунзе, Клиппенштейн, отец Владимир. Я ему говорю, до обеда. Он говорит, слышу, он разговаривает. Кому он говорит, не знаю, Надежды Васильевны или кому. И говорит, он капает и капает мне на мозги. Это обо мне. Я не стал ничего говорить ему и перестал с ним разговаривать. Книги, да, он читает. Уже к вечеру полная мертвая тишина. А он подумает, почему мне ничего не говорите? А зачем? Я капать не хочу. Он понял, что я слышал. И теперь, сколько он у меня живет и уедет, больше от меня он ни одного слова не услышит. Он вокруг меня вот так будет ходить. А его после этого избрали. Ипископ Иринейк, какой-то юрисдикции где-то находится. Что знает? Ничего не знает. Я его спросил, сколько у вас человек? Ну, когда я там был, там храм разрушенный, 70 с чем-то человек было. А сейчас сколько? Два. Ну, кто? Ну, я и мальчишка один, 14 лет. Никого нету. Опустело. Кто-то выехал, кто-то. А что, да он, правда, 14 лет, ему он курит. Да зачем тебе нужен? А в колокол звонит. И он этим колоколом обрыдлел, надоел всей окрестности. По полчаса больше звонит, людей созывает. Патриарх Кирилл говорит, раньше ударили в колокол, люди потянулись в храм. Сегодня, говорит, хоть из пушки бей, никто не идет. А ты приучи, как Мулак кричит, он, правоверные, лучше идти в мечеть, слушать, что скажет Аллах, чем спать на одном боку. О, правоверные, огонь вечный ждет вас, идите скорее, послушайте, что скажет святой Коран. У них вместо колокола, нигде мусульмане, колоколов нету, они убрали их. Ну, малахи, говорит, мы не можем без этого. Они говорят, деревянную доску повесьте и бейте в нее. И они бьют, а бум, бум. А сюда приезжают, рты раскрыли, а у нас колокол, пять тонн весит, как он бьет. Вот у нас колокола. Но колокол это голова, и которые бьют, вот это называется, язык. Это прямое указание на то, что у тебя в голове язык должен работать. Трудящий тебе достроен пропитанием. Проповедует. Да мусульмане на пользу тебе сказали, что ты колотишь-то? Я один мальчишка, 14 лет, курячий, у него долбит там, клепает называет. Я все это знал. И он уехал, с тем уехал, от меня больше не будет еще сказано. Я легко отхожу. Ты мне только скажи, ты меня больше не учи. Все, я больше тебе ни одного замечания не сделаю. Разговор закончен. Будем только работать, поднимать, землю пилить. Ты находка такая. Ты все делаешь, даже среди зимы начал. Но в духовном плане тебе надо немножко подучиться. Немножко. Познакомиться ближе со своей душой. Понять ее состояние. Ты можешь даже... Ты вопросы не задаешь. А почему ты такой? Мозги съедает. Самая главная болезнь – это блуд. Блуд. Он буквально мозги спекает у человека. И проверь свою прошлую жизнь, если было. Ну я понял, я жил не так. А что теперь сделать? Ничего нельзя сделать. Но на этом хотя бы закрепись. Потому что дальше все усыхает и усыхает. Твоей памяти, твоему научению. И ты начинаешь в интернет выстоять, если псалтырно читаешь. Ничего не будет. Вот здесь был у меня племянник Василий. А можно я буду считать для интернета? Я сказал Златоуста, 12 томов надо пересчитать. Ты послушай, как ты считаешь. Он начал. О, как я считаю. Еще раз, опять не так. Вот когда ты отдельно, без нашего сайта, отдельно где-то, можно тебе. Все, пока ничего нет. А мог бы, мог. Он старается. Он истинно хотел. А почему? Жизнь. В интонации часто заложена жизнь. Артист может читать, но никого не тронет. Мне пишет письмо не кто-то, а митрополит. Первосвятитель русской православной зарубежной церкви. Устинов. Митрополит Виталий. Мне приглашают. В Америку пригласили и второе приглашение в Канаду. Бесплатно, конечно. То есть бесплатно заплатили. К слову сказать, когда мне стали билет там покупать, то секретарь спрашивает, откуда взять деньги? Это деньги-то отдельно у них там на милостырь. А митрополит говорит, из миссионерского фонда. А она говорит, Владыка, так 50 лет из этого фонда никто не брал. Значит, первый. Я первый по этому фонду поехал. Это Владыка так рассудил. Это понятно, для чего вызывает. А он говорит, у нас здесь будет все зарубежное какое-то там совещание или собор. Я очень желаю, чтобы вы выступили на нем. До встречи. У меня книга канонов, правил, а фильм написанная в подарок. У меня есть, что показать. Отдельно грамоту выслал. А когда я приехал, мы как будто друг друга все время знали и были. Я выступаю с ареной, он один раз подойдет, второй микрофон у меня выхватит. И вот я вам говорил, вот наконец-то человек говорит, что, конечно, это похвалу, но приятно это вспомнить. А рядом сразу секретарь, там против меня поднялась. Его секретарь, Роснянская Людмила, она меня терпеть не могла. Он мне книги дает. Старая лежала, залежала я там. Я говорю, два варианта, мне и батюшке. Ну и покой тут. Вот вышел на местную площадку в Синоди, в Нью-Йорке. И она вдруг пришла. Вы что тут делаете? Я говорю, книги пакую. А где вы их взяли? Владыка дал. Она сразу зашла что-то к нему. Что она сказала, не знаю. А немедленно хотела, чтобы книги назад зашел. Ладно, пакуйте. Видимо, он ее все-таки сказал. А из-за чего? Потому что внутри меня это было. И он говорит, у нас выступал профессор раньше, Карташов. Очень насыщенная была в проповеди. Но холодная, никого не тронула. Я хочу, чтобы вы выступили. Сказать как профессор Карташов, как Осипов, как отец Геннадий Пас, я не смогу. У меня нет грамоты. Я поучусь у ног Христа. Осипов у меня учителем ни одной минуты не был. Мне промасонины и бритые авганску как не нужны. И поэтому мое отношение к ним и их ко мне, к Андрею Кураеву, очень даже понятно. Если бы, кстати, их не трогал, отношение было совершенно другое. Вот и весь сказ. Вначале с чего? С Псалтыри. Ты мог бы уже неоднократно подойти. Давайте, ребята, вместе послушаем, как я считал. Где у меня не так? Вот в этом не так. Главное, что ты не осознаешь, судя по чтению, любой скажет, он даже не грешник. Это какой-то кривляка подошел и Куражится стоит, считает. Да разве Псалтырь так считают? Ты должен войти с Давидом, то ты в пещере, лунный свет, и ты там, может быть, пишешь что-то. Вот этот Псалом. Враги окружились со всех сторон. Я изнемогаю, я тону, владыка. Господи Божий, призер на страдания раба Твоего. Воды бурные уносят меня. У тебя нету никакого проникновения в это. А я с ним вместе умираю иду. Разница только в этом. А не то, что там я умный, и глаза мои больше твоих. Не в этом. Я вместе с ним. Я когда начинаю медленно читать, я в каждое слово стараюсь сам войти. Даже как Господи помилуй прочитать. Не тарабарщина, чтобы была. Даже молитва какая-то, молитва Слову. И я каждый день осознаю себя таким, о ком писал я Ники Великий, Василий Великий. У тебя этого нет. Поэтому я тебя не могу ни к чему больше призывать, кроме того, что уже сказал. Потому что, ну, прочитал и бросил. Ты бы еще раз насчитал, да еще раз. И сказал бы так, нет. А теперь, что делать? Я бы сказал. Вот это, вот это надо сделать. Ты не спрашиваешь. Ты не нуждаешься во мне. И поэтому еще где-то, вот там об этой земле, что она плоская. Мы договорились, что мне там написали пунктов 9 уже, так? Дальше. На которые мы не возвращаемся. Но мы не затронули горизонт. И теперь о горизонте у нас будет беседа, может быть, сегодня. И там нельзя доказать, там, какой там говорит этот, выступает. Кто он? Этот. Суислов-то там. Где-то у меня даже он записан был. Нет, его выкидали уже. Какие там? Они ничего не знают. Это атеист, любите, обезбожник. И его слушать. Да ты что, совсем не в своем уме. Кого слушать-то? А эти, которые говорят там о плоскох земли, нигде лица не показывают. Я вчера посмотрел. А вот модуль на Луну, который, он такой маленький, двое не поместятся. Двое не поместятся. Он был в модуле? Не был. Но он доказывает. Не летали. Флаг висит так. Не так он. Он сидит в кабинете и думает. Флаг не так висит. Это где-то в штате Невада. Там сфотографировали. То есть, что масоны. Везде масоны у них обязательно. Он был в модуле? Не был. В модуле. И вот, он сказал, в модуле нельзя. Такой модуль маленький не может быть. Ну, что на это сказать-то? И где-то лицо их, никого не видать под разными никами. А что? Надо мутить, чтобы человеку висит. Сатана это делает. Флаг висит. А вот флаг должен так быть. Специальная материя была. Там ветра нету. Атмосферы нету. Ну, мало там, совсем. Притяжение в шесть раз, кажется, меньше. И поэтому флаг сделали так, чтобы стоял. Вот так. Ты другое-то посчитай. Когда готовили флаг, прочее, я уже знаком был. На это бросятся, да. А зачем? Ему-то зачем были или не были? Ему никакой разницы нет. Лишь бы только пудрить. Когда радио где-то говорит, а люди не слушают, это не означает ничего другого. Что сатана свесил колени, говорится, с этого страдоприемника, колотит ногами, копытами. Ему не надо, что ты слушаешь. Главное, что ты молиться не можешь. Задача всего, что есть, вот что? Это молитва. С женой не будьте суровы. Почему? Дабы не было. Что? Блины не будет печеным. Препятствия в молитвах. В молитвах. Препятствия в молитвах. Главное, это вот в чем все заключается. С женой надо по-другому, чтобы она не вышла, пока не помолишься. Чтобы она стремилась, знала здесь защита молитвенная. Причина только в одном. Отношение с детьми не оттолкнуть от молитвы. С правителями о молитве. На первом месте молитва. Сейчас только допустила ООН. Вот сейчас выступил какой-то там журналист. У Трампа брал, Дональда Трампа, интервью. И говорит, ну а к этому убийце Путине вы как относитесь? К убийце Путину. А советские все это следят. Там сидят, знают еще английский язык. Они сейчас заявили протест и прочее. Это как? Это нормально? Это положено у нас так говорить? Там будет Трамп теперь разбираться. Но главное, что Трамп его не осек. Может быть, не очень-то это слушал или как-то. Ты можешь где-то в этом месте журналисты, когда берут у государственного лица, эти эпитеты отходят. Женщина, которая ведет себя непотребно, рядом с ним, с кем-то, ну ее просто назвать на букву Б, там проститутка, путана, как угодно. А говорит об этом Путин. И он замялся. И женщина, мало думающая о своей ответственности. То есть много слов, но что понятно, кто она такая. То есть там нельзя. Понятно? На сегодня пока хватит? Смотрите, Саня. Чтоб перебора не было. Так, я затопляю печку сейчас. А потом будем записывать. Сейчас затоплю. Я заканчиваю? А? Заканчиваю? Ты затопишь? Я говорю, заканчиваю? Да, дай закончу, все. Не надо, я сам сделаю печку.